1 сентября начинаются занятия не только в учебных заведениях, но и в спортивных секциях. Начало учебного года готовится и в школе настольного тенниса и стрельбы из лука имени Ирины Солдатовой. С подробностями Юлия Важанина. Этот вид спорта овеян легендами и мифами. Они связаны с греческой богиней Артемидой, защитником бедных Робином Гудом, или народным героем Швейцарии Вильгелемом Телем. Я говорю о стрельбе из лука. Это искусство по пораву считается одним из самых красивых и грациозных. Что может помешать профессиональному лучнику? Только ветер. Против всего остального у спортсменов есть свои приемы. Их знают и ученики спортивной школы по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой. Роман Ефимов попал в ряды лучников случайно. Его привел друг и вошел во вкус. В итоге так и затянуло. Там как-то пошли победы, выполнение разрядов. Я так уже 7 лет до сих пор стреляю. Когда попадаю в 10, такие радостные ощущения. Мне хочется, чтобы больше было этих ощущений. Из-за этого сейчас тренируюсь получается. Нравятся также победы. А побед у него немало. В этом году Рома стал чемпионом России по стрельбе из лука. Стать профессионалом своего дела может каждый из этих лучников. Здесь за 2-3 года можно дойти до уровня мастера спорта. В первую очередь у нас качество – это сдержанность и психоустойчивость. Каждый выстрел – это нервы. Поэтому у кого крепче нервы, тот, соответственно, и лучше стреляет. Крепкие нервы нужны и в настольном теннисе. Недаром он второй в мире по технической сложности и третий по выносливости. Начинают дети заниматься на этапе начальной подготовки. У них идет плановое – это 3 раза в неделю по 1,5 часа. На соревновательных этапах они играют в день, они по 5-6 часов. В принципе, непрерывно. Это очень тяжело. В школе имени Солдатовой настольным теннисом занимается около 700 человек. Есть здесь и маленькие звезды. Большому спорту теннисисты начинают готовиться с 5 лет. Я в Казани занимал на Надежде Татарстана второе место. Я занимаюсь четвертый год. Мне это нравится. И я буду дальше заниматься. Андрей Масовер занимается теннисом уже 7 лет. А вот в Солицу Чувашии приехал совсем недавно. Я переехал с Алтайского края сюда, потому что там не с кем тренироваться. Здесь много ребят хороших. И тут я могу прибавить. В планах Андрея стать мастером спорта. И по его мнению, школа имени Солдатовой – именно то место, которое поможет ему достичь желаемого. Ее двери открыты для всех желающих. С начала учебного года здесь формируются новые группы. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.